Коралловый аквариум — это живая, дышащая и развивающаяся экосистема. Кроме тропических рыбок, там есть красивейшие кораллы и более скромные создания, такие как крабы, креветки и крошечные водные организмы. Все эти организмы исполняют роль биологической системы фильтрации воды в аквариуме. Биологическую систему дополняют механическая и химическая системы. Мастер по сборке начинает с насоса, который заставляет воду циркулировать. Он устанавливает его в шкафчике под аквариумом. Это грязе-уловитель. Это устройство закачивает пузырьки воздуха в воду, удаляет органические вещества до того, как они начнут разлагаться и превратятся в отходы. Затем устанавливается ультрафиолетовый стерилизатор со световым излучением высокой интенсивности, который включается по мере необходимости, чтобы убить бактерии, паразитов и водоросли. Затем он устанавливает реактор с наполнителем. Этот цилиндрический прибор содержит активированный уголь и наполнитель, основа которого — алюминий. Эти материалы будут поглощать продукты жизнедеятельности рыб, удаляя их из воды. Установив механические и химические фильтры, он переходит к резервуару. На дно насыпает настоящий океанический песок. В нем поселятся бактерии и другие организмы, которые будут помогать работе биологических фильтров. Затем подбираются подходящие камни и помещаются в аквариум. Камни станут домом для водорослей, бактерий и мелких беспозвоночных. Поэтому они являются главным объектом биологической фильтрационной системы аквариума. Теперь морская вода, которая получается при помощи искусственной морской соли. Насос прокачивает воду, пока соль растворяется на протяжении 24 часов. Мастер нажимает кнопку, и вода и соль поступают в резервуар. Эта вода должна созреть. Крошечным водяным существам понадобятся недели, чтобы расплодиться в этой воде. На протяжении этого времени фильтрационное оборудование поможет сохранять воду чистой. Вода пенится, когда проходит через отделитель белка. Примерно через три недели в воде образуется достаточно микроорганизмов, и в нее можно помещать кораллы и рыб. Эти кораллы вырастили на океанической ферме и до настоящего момента держали в этом резервуаре. Каждый коралл состоит из крошечных, хрупких созданий – коралловых полипов. Это живая колония. Когда аквариумный мастер проводит отбор, он учитывает, как кораллы приспособятся к свету и движению воды, как они сочетаются друг с другом. Некоторые кораллы – территориальные организмы и могут выпускать токсины, вступив в контакт с другими кораллами. Он оставляет место для роста между кораллами. Некоторые из них увеличатся в размере втрое. Теперь он запускает рыб. Для них в этом аквариуме есть все необходимые условия. Сверху устанавливается осветительная система, которая имитирует океаническое освещение в разное время суток – восход, день и закат. Для существ в коралловом аквариуме свет – это источник энергии. Когда аквариум готов, начинается проверка. Регулярно тестируется химический состав воды, чтобы отслеживать, как формируется соответствующая среда. За поведением рыб и кораллов ведется наблюдение, чтобы убедиться, что они превратились в процветающую морскую общину. И лишь затем этот коралловый аквариум будет готов к продаже. Это не просто банка с рыбками. Коралловый аквариум поднимает морские чудеса на поверхность. А где же русалка? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова